Мы когда начинали само, когда начинали само, много смеялись над тем, что я делаю. Очень многие. Мне говорили, то, что ты делаешь, это убиточная идея, никак никуда не денешься. Потому что, когда делал маркетинг, я видел, среднеазвые люди не ходили на тренингах в те годы. Просто не ходили. Не понимали это, не интересовались и так далее. Я тогда видел, у меня было видение создать платформу, где могут любой человек прийти и практически опытный брат экономит годы своей жизни и намного быстрее расти и так далее. Я говорил людям, люди смотрели на меня как ненормально и так далее. Думают, да и там, наверное, некоторые думали, он лапшу вешает, некоторые думали, он мошенник, некоторые думали, это ерунда все, я сам бесплатно, некоторые думали, это можно книги читать. А мы понимали, зачем мы это делаем. Мы просто продолжали. Я всегда свою команду сказал, мы помогаем многим людям на самом деле изменить свою жизнь. Мы не тренинги читаем. Тренинг это как посуда, ребята, как форма подачи. Чем мы занимаемся? Много люди мне говорят, что вы делаете? Тренинги читали, говорят, нет. Мы помогаем людям избавиться от долгов. Мы помогаем людям сохранить бизнес, чтобы не банкротились. Мы помогаем людям, чтобы они расширяли свой бизнес. Мы помогаем людям сохранить свою семью и так далее. Мы помогаем людям избавиться от рабства, финансового рабства. Потому что большинство людей в нужде живут больше половины своей жизни. Мы помогаем им выбраться из этих долгов и так далее. Вы знаете, огромное количество, сотни тысяч людям помогала наша система. Мне сегодня написали с Эксмо в Москве. Довлатов, когда выходят следующие ваши книги? Я говорю, спасибо, я работаю над двум книгами. И они мне пишут, первые полугодия мы делали анализ, ваши книги выходят на первые десятки самопродаваемых Эксмо. Сейчас мне написали, вот сейчас. Понимаете, редактор написал мне. И они выходят на первые, два ваших книги, на первые десятки самопродаваемых книг первые полугодия. И они даже еще больше начали продаваться, она говорит, по сравнению год назад. Мы не тренинги читаем. Это смысл, зачем мы это делаем. Это смысл, работа, зачем надо делать. Это же приятно, когда у кого-то получается, знаете, когда я устойчиво делаю, я открываю ютуберы, почитаю отзывы людей, там куча благодарности, миллионы благодарностей. Это дает вдохновение. Вот это есть миссия, зачем мы это делаем. Вот это миссия сама. Видите, как она формирована? Мы служим для того, чтобы каждый, кто приходит к нам, пробрел финансовую стабильность. То есть я понял, что, например, кто из вас заметил, что когда вы стали более состоятельными, только тогда вы начали помогать родным и близким. Согласны? И когда человек еще станет состоятельным, он захочет помогать свою родину, помогать своему народу, помогать там еще что-то делать полезное. Согласны? То есть это означает, что, а если у тебя самого не хватает и море, у тебя проблем, у тебя в голове не приходит делать добро. И максимум то, что можешь делать добро, кому-то доброе слово скажешь. Больше ничего не можешь. А если ты состоятельный, шанс больше делать добро. Поэтому вот она. Мы поняли, что когда человек достигает финансовую стабильность, напряжение, нужда уходит. Нужда покидает человека, а у человека появляется проритет духовной ценности. И это круто работает. Поэтому, а нужда, она не подлежит контролам человека. Есть несколько вещей, которые не подлежат вам контролам. Одна из них это нужда, инстинкт и так далее. Например, если вы неделю не выспались, вы хотите, не хотите, пойдете, просто как убить и падать будете. Она не подлежит физической потребности человека, она не подлежит вашим контролам. Это физиология. Согласны? Ты хочешь, не хочешь, если голодал, кушать надо и все. Ты не можешь это уговорить себя. Ладно, один день уговорили, два, но ты не можешь год это делать. Есть вещи, которые не подлежат вашим контролам. Одна из них это нужда. Поэтому, вот, финансовая стабильность очень сильно помогает. А теперь, смотрите, раскрыл свое собственное богатство, реализовал себя. А зачем? Когда человек достигает финансовую стабильность, у него что появляется? Желание быть реализованным человеком. Он не бегает за того, чтобы кормить себя. Он, наоборот, начнет работать над тем, чтобы реализовать тот богом данный талант. В этом мире очень много хороших людей, которые нереализованы, уйдут от жизни. Огромное количество людей уйдут от жизни, так и не понимая, к чему они были способны. Вы представьте, жизнь была подарок, и у него была возможность, у него была шанс. От того, что он нуждался лишь бы, чтобы обеспечить семью, пришлось бегать туда-сюда, и на тебе, ему 40 лет, уже 60 лет, и жизнь уже позади. Уже энергия не та, он начинает понимать, что прожил ту жизнь, которая совсем другая. Вот простой вопрос нам. Как вы думаете, большинство людей живут, как мечтают, или как получается? А вот это. Когда мы это поняли, работать с людьми, поэтому вот так формировали. Мы называем собственные богатства, это то, что богом тебе дано талант. Ребята, не обязательно быть миллиардером, миллионером в этом мире, но обязательно быть реализованным. Обязательно. Почему? Жизнь, она одна. Мы не имеем права его просто потерять. Это, 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 это абсолютно нельзя. Нельзя. Нельзя работать ради денег. Нельзя просто зарабатывать. Нет, нельзя. Надо делать то, что делает тебя счастливым и твое окружение. Потому что смысл жизни в этом. Это очень важно. Мы выбрали тренинг, как инструмент для осуществления, предоставления эту миссию. Кто мне понял? Кто хорошо понял? Значит, миссия это то, что вы даете. А формат вы выбираете, какой формат вы будете делать, как это будете использовать. Потому что главная задача человека, что на земле? Это служение. Главная задача человека, это в Коране написано, в Библии написано, много священник, книга. Главная задача человека это служение. Ты начинаешь быть полезным. Быть полезным. И ты начинаешь через это, другими словами, иметь возможность попасть, вернуться в рай. Добываться довольства людей, довольства Аллаха и достигать чего-то. Поэтому миссия это то, что мы отдаем. Работайте над этим, чтобы что-то отдавать миру. Если вы внимательно анализируете, много людей, когда я консультирую, я задаю вопрос. Зачем ты делаешь их бизнесом? Если человек ответит, ну чтобы зарабатывать, сразу пойму, он далеко не пойдет. У него будет немножко денег, но он далеко не пойдет. Он никогда не станет крупным, он никогда не растет. Потому что в этом мире, мир построен по законам фермерства, по законам природы. Что в этом мире брать много нельзя. А если хочешь, чтобы долго брать, ты должен больше отдавать. Ты даешь больше и больше получишь. Но если ты только берешь, далеко не пойдешь. Поэтому миссия это то, что мы отдаем. Субтитры сделал DimaTorzok